Господи, 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 слово Богово, и Елия! Лавра Преподобного Сергия вслед за своим основателем дала миру многих святых. И на протяжении веков в этой священной обители монашеские подвиги несли те иноки, которые прославились своей святой жизнью и которые угодили Богу как ученики преподобного Церкви Радонежского. И сегодня Церковь прославляет их всех вместе с Игуменом земли русской, чью память мы совершали вчера, участвуя в торжественном богослужении в Троице Серпии Иваново. Мы сегодня слышали евангельский рассказ о том, как Господь исцелил расслабленного. О самом этом расслабленном мы не знаем ничего. Мы знаем только то, что он был человеком парализованным. Он в этой истории не произносит никакого слова, но его приносят люди. И в ответ на веру этих людей, которые приносят этого расслабленного человека к Иисусу, Господь исцеляет его от болезней. В Евангелии от Марка рассказываются дополнительные подробности этого чуда. Эти люди не могли войти в дом из-за того, что там было множество народа. И тогда они разобрали крышу и свесили водорослабленного, так что он оказался на середине комнаты. И вот Господь, увидев веру этих людей, сказал этому расслабленному человеку, «Прощаются тебе грехи твои». Но там находились и фарисеи, которые наблюдали внимательно за Иисусом. И которые были недовольны тем, что он совершает чудеса в субботу. А еще более, они были недовольны тем, что он отпускает грехи. Потому что власть, отпускать грехи, как они говорили, принадлежит только одному Богу. Им было невдомек, что Господь Иисус Христос и является Богом. Что Он есть Бог, воплотившийся, а не простой человек. Конечно, когда исцеление произошло, реакция фарисеев была такой, какой она всегда была, когда Господь совершал чудеса, а реакция людей была несколько иной. Они, как говорит евангелист, прославили Бога, давшего таковую власть человека. Они все-таки видели в Иисусе Христе обычного человека. То есть, может быть, не обычного, но все-таки человека. Человека, наделенного какими-то сверхъестественными целительными способностями. И они поэтому шли за Иисусом, надеясь получить исцеление, надеясь получить помощь в своих земных делах, надеясь услышать от Него наставление, надеясь увидеть чудо. Но вряд ли кто-нибудь из них мог представить себе или подумать, что Господь Иисус Христос не просто человек, но воплотившийся Богом. А мы с вами знаем это. Нас этому Церковь научила. И все Евангелие мы прочитываем в свете этой веры в Бога человечества и Иисуса Христа. И поэтому каждое из совершенных Иисусом чудес раскрывается нам, как деяние Божие. Раскрывается нам, как чудо Божие, которое направлено на то, чтобы укрепить в нас нашу веру. Расслабление бывает разное. Бывает расслабление физическое, а бывает расслабление духовное или душевное. И духовное расслабление это то, что, наверное, многие из нас временами испытывают или испытывают. Это такое состояние души, когда человеку ничего не хочется. Когда ему кажется, что никакое его усилие ничем не окупится. Когда ему представляется, что в духовной жизни он никогда не достигнет никаких успехов. Когда сердце не лежит ни к молитве, ни к чтению Евангелия, ни к добрым делам. Если каждый из нас вспомнит свою жизнь, наверняка мы вспомним о том, что такие состояния нас посещают. А может быть и не один раз. Часто бывает так, что в Великом посту на Страстной Седмице человек сосредотачивается на духовной жизни, приносит год покаяния, а потом наступает Пасха, наступает лето, и человек расслабляется. Он перестает думать о Боге, перестает думать о своих ближних. И это духовное расслабление может продолжаться для кого-то. Несколько минут или несколько часов, а для кого-то несколько месяцев или даже несколько лет. Но Господь всегда готов прийти на помощь человеку. И всегда, если мы обратимся к Нему, даже из глубины собственной нашей расслабленности и нерадения, мы почувствуем Его помощь. Почему? Потому что Он не простой человек, а Он Бог, ставший человеком. И те чудеса, которые Он совершал при жизни, они продолжаются и в Церкви. Потому что, придя к нам один раз, Он никуда от нас не ушел. Телец нам, Он поснется на небо, а Духом Своем он пребывает с нами. И мы, приходя в Храм Божий, причащая святых Христовых тайн, исповедуя веру в Иисуса Христа как Бога человека, мы на собственном своем опыте познаем Его Божественную силу. И мы понимаем и осознаем, что Господь Иисус Христос рядом с нами, что Его целительная сила способна исцелить каждого из нас. И мы понимаем, что Он является Господом и Богом в жизни и смерти. И наша жизнь целиком находится в Его руках. Я хотел бы всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, призвать к тому, чтобы вы всегда читали Евангелие, и евангельские рассказы всегда сопоставляли со своей собственной жизнью. Во всяком евангельском рассказе мы можем представить себе, а где мы находимся. Мы находимся с теми, кто идет за Христом, или с теми, кто, может быть, равнодушно или с любопытством наблюдает за Ним, или с теми, кто чем-то недовольны. Мы готовы свою жизнь построить так, как Господь нам повелил. Мы готовы исполнять Его заповедь. Мы готовы так любить наших ближних, как Он нам заповедил. Мы готовы стать одним из тех людей, которые пришли на помощь расслабленных. Ведь для того, чтобы просто Его взять и принести к Иисусу, понадобилось четыре человека. Вот тот расслабленный, о котором рассказывается в Евангелии от Иоанна, и который лежал в усиламской купеле 38 лет, возле Него не было этих четырех человек. Даже одного человека не было, который мог бы в нужный момент опустить Его в глубину. А вот рядом с этим расслабленным оказалось сразу четыре человека, которые смогли в нужный момент принести Его к Иисусу и преодолеть те препятствия, которые возникли из-за многолюбства, разобав крышу и свесить отрасл, расслабленную, к ногам Иисуса. Такова была их вера. Давайте возьмем пример с этих людей, и давайте будем друг другу помогать. Если мы увидим, что кто-то из находящихся рядом с нами пребывает в расслаблении физическом или духовном, испытывает какую-либо немощь физическую или духовную, то постараемся прийти к нему на помощь. Окашем Ему помощь не только своими силами, но призовем на помощь самого Господа Иисуса, чтобы Он помогал, чтобы Он исцелил, чтобы Он поставил от отра болезни, чтобы Он воскресил человека к новой жизни. Я хотел бы также всех вас, дорогие братья и сестры, призвать не расслабляться в связи с теми послаблениями карантинных мер, которые сейчас приняты в городе Москве. Мы радуемся тому, что количество заражающихся и умирающих постепенно уменьшается и в нашем городе, и в других городах России. Но мы не должны расслабляться, мы не должны думать, что эпидемия закончилась. Она еще, к сожалению, не закончилась. И никто толком не знает, когда она закончится, не будет ли какая-то вторая волна или третья волна. И вот для того, чтобы мы чувствовали себя в относительной безопасности, мы должны, конечно, во-первых, всегда молиться Богу о том, чтобы Он сохранил нас от болезни и сохранил от этой болезни наших близких. Но, во-вторых, мы не должны расслабляться и должны продолжать соблюдать те меры безопасности, которые мы соблюдаем. Хорошо, что вы стоите в масках. Хорошо, что вы соблюдаете дистанцию друг от друга. Не надо этого стесняться. Если вы друг с другом встречаетесь, не приветствуйте друг друга целованием или рукопожатием. Все это со временем вернется в нашу жизнь, но не надо с этим спешить. Вот я вчера участвовал в благослужении в Троице-Серковой Лавре, и меня удивило беспечное отношение некоторых участников благослужения к тому, что происходило вокруг. Я не увидел никаких проспиртованных платов, я не увидел никакой дезинфекции, лжицы. Все происходило так, как будто эпидемии вообще не существуют. Святейший Патриарх всю свою проповедь посвятил эпидемии коронавируса. Но все, что происходило вокруг, совершенно не свидетельствовало о том, что люди заботятся друг о друге, что они заботятся о тех, кто пришли в Лавру на этот праздник. Меня это удивило и очень огорчило. Тем более, что мы знаем, что в Лавре в пасхальные дни началась вспышка болезни, там погибли люди, монахи, мы за них молились, за упокой. Но вот как будто бы эти уроки ничему людей не научают. Я посмотрев на это все, подумал, что надо мне вас предупредить, чтобы пока продолжается эта эпидемия, лучше бы вам не ездить в паломничество. Давайте дождемся того момента, когда нам ясно скажут, что все это закончилось и не заканчивается. И тогда уже начнем ездить в паломничество. А пока что будем молиться в нашем храме, мы, как вы видите, делаем все для того, чтобы обеспечить вашу безопасность. Мы соблюдаем ту инструкцию, которую Святейший Патриарх издал 17 марта. Ее никто не отменял. Хотя вчера с богослужением мне показалось, как будто бы ее отменили вообще. Но ее никто не отменял. А в этой инструкции прописано, как надо причащать, как надо к исповеди подходить. Давайте будем все эти меры соблюдать для того, чтобы обезопасить себя и своих близких. И давайте будем молиться о том, чтобы Господь явил ко всем нам милость, чтобы эта напасть, которая постигла наш город, нашу страну, многие другие страны, практически весь мир, как вчера наполнил своего рода Святейший Патриарх. Чтобы эта напасть, мы скорее прошла. Чтобы все извлекли из этого те уроки, которые Господь хотел нам дать через это испытание. И чтобы мы с новыми силами вернулись к нашей обычной нормальной жизни. Чтобы мы могли друг друга и облазать, и обнять, и поприветствовать по-человечески. А пока будем соблюдать осторожность. И самое главное, никогда не терять веру, никогда не расслабляться, никогда не умевать, потому что те испытания, которые Господь нам посылает, они хоть иногда кажутся тяжелыми, но Господь никогда не посылает искушений, которые были бы сверхчеловеческой миром. Мы должны об этом помнить. Мы должны помнить о том, что Господь милостив, что Господь заботится о каждом из нас. И с верой приходить к причастию Святых Христовых Тайн, с верой просить у Господа милости для нас и для наших близких. Аминь. Всем вас поздравляю с праздником. Храни вас всех, Господь.